Как нам быть, если нам навязывают послушание в церкви, в служении, еще где-то? Вот как раз в первой части я на этом заострил внимание. Вот в ситуации с Самуилом он должен был слушать себя, потому что он же уже, типа, там... Саул. А я сказал... Самуил. Самуил, конечно. Самуил к нему приходит человек, пророк, но мы видим, вначале у Саула не было такого отношения. Саул говорил, кто я, кто я, ты меня взял от там тоже. То есть, слова у него были такие, как у Давида, когда Давид говорит, что ты взял меня от стат овец, и я был никто. И Саул, ну, Саул только ростом был выше Давида, да, по логике. И вот, а потом у него меняется эта ситуация, когда он уже побеждает в битве, потом то, потом все, и он уже понимает, что уже все, он в седле крепко сидит. И он уже дает себе возможность противоречить. И вот вопрос, где эта граница? Вот эта граница, знаете, как в церкви я вырос, в церкви, где проповедовали послушание. И все было вот так односторонне, в одну сторону, и все смирялись, кто... Ну, иначе вылетали, если вылетали. Не только из служения, из церкви. Увольняли. Увольняли их, да. Вот. И вот где вот этот момент, где ты должен найти, потому что, ну, я реагирую даже на твои слова, которые ты сказал, что главное – это Слово Божие. Но много людей говорит, что главное – Слово Божие. И хорошие люди, и не очень хорошие. Я хорошие, если что. Конечно, да. Но просто я имею в виду, что для людей это звучит так, знаете. Ну да, конечно, все должны слушаться Бога, слушаться, прислушиваться к Слову. Но вот внутри, может, есть какое-то... Вот где терпеть, а где не терпеть. Где терпеть, где восставать, где не восставать. Даже в политической части идет обговор время от времени этой темы. Событий, которые происходят везде. И вот есть верующие, которые говорят, нет, мы должны выступать против власти. А есть, которые говорят, надо послушаться. И ты вроде и одних слушаешь, других слушаешь. И так, да, 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 да. И вот в церкви где эта граница? Где этот момент? Пастор Лезер. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. И не потому, что я пастор. Да, я на этот вопрос больше, наверное, отвечу как человек, может быть, который... Наверное, как сотник скажу, что я человек подчиненный, подвластный, да. Вот. Что такое послушание? Как нам реагировать в церкви на послушание? Я бы хотел показать такую картину. Ну, может быть, синагоги, к примеру, да. То есть, что такое синагога? В синагоге есть равен, да. Кто такой равен для людей? Это духовный наставник. То есть, это не организация данной ситуации, да. Это люди приходят, которые поделены в иудаизм на школы разные, их огромное количество школ, и люди как бы своего наставника вот находят, да. И они вот с ним ходят. Иисус был духовный наставник. За ним ходили толпы народа. Раби Акива, когда пришел, изучив Тору, там, и так далее, и так далее, да, у Йохана Бензака, оставив его школу, он вернулся к себе домой, и за ним шли толпы учеников. Толпы. Шли. Не просто ехали на машинах, они шли за ним толпы, да. Я почему примеры эти привожу? Мы должны понять, что пастор – это твой духовный наставник. Когда он твой духовный наставник, то ты в данной ситуации, он, скажем так, учитель, ты ученик. Каждый ученик, он должен слушаться тому, что говорит учитель. Иначе, какой-то, да, ученик. В ситуации, если ты не доверяешь своему пастору, и ты сомневаешься, нужно ли ему слушаться, не нужно, это не твой духовный наставник. И не потому, что он на самом деле такого не является. Это ты уже решил в сердце своем, что он не твой, потому что ты ему не доверяешь. У меня жил когда-то дома один брат, молодой верующий еще был, он профессиональный цембист. А, дзюдоист. И вот он постоянно любил, постоянно со мной спорит, что доказывает мне. Я говорю, послушай, у меня нет времени на тебя с тобой постоянно спорить. Ты либо слушайся, ну, слушай, что я говорю, либо не слушай, это же нормально. Но если ты выбрал, приходишь ко мне в церковь, ты выбрал меня как духовного учителя своего, моя задача тебя научить хорошим вещам. И вот ты, когда ходишь на секцию дзюдо свою, у тебя же тренер есть. Ты с ним споришь? Он говорит, нет. Я говорю, что ты со мной все время споришь? И как-то вот прекратилось это. Это его по барону. Ты применил... Я применил, да, бросок через бедро. Бросок через бедро. Через бедро, да. И потом через голову. Да, бросок через голову. Я же тоже бывший сомбист. Но суть в другом, друзья мои, не нужно нигде мучиться. То есть, возможно, что вы находитесь в неправильном месте, если у вас сомнения какие-то есть, слушаться или не слушаться. А возможно, что вы в неправильной позиции находитесь перед Богом в данной ситуации, перед человеком. Как понять, в неправильной позиции или неправильной? Вот что посоветовать? Представь себе человека, который сейчас вот мучается. И может, ему надо помочиться, а может, не надо. Может, ему надо, как Саулу, поискать ослиц, да? Но это не та ситуация. Ну, знаешь, как ситуация, допустим, у Якова с Лаваном. Да. То есть, есть сразу реакция. Увидел Лаван, то не очень хорошее лидерство. Плохое лидерство. Я имею в виду, там его можно засудить, как хочешь. Но, видишь, он хоть и рвется, уйти, выясняет отношения, тем не менее, 20 лет остается с ним, и выходит только, когда Бог ему говорит. Ну, вот, Бог ему говорит, выходи. То есть, даже негативный опыт в этом случае срабатывает в нашу пользу, как я думаю. Я думаю, что в наш век взял, ушел, вышел, убежал, остался. Есть у меня что сказать. Да, продолжай. Я просто докидываю. Тогда уже личное свидетельство. Отлично. 90-х? 90-х. Все в 90-х, да? В прошлом веке. В прошлом веке, да, спасибо. 30 лет назад. Когда я еще ходил в очень хорошую, но очень строгую, пятидесянческую церковь, ко мне подошла, моя, что будущая жена, и было такое определенное несогласие с позицией в церкви, какие-то вещи происходили, несогласие. Но, знаете, она подошла ко мне, и она давно уже в церкви была, я там новый человек был, она подошла ко мне и сказала, «А давай будем молиться за нашу церковь? Не давай там уйдем из нашей церкви, не давай там будем критиковать, не давай будем там свергать там с престола пресвитера, да, там и что-то еще, а давай будем молиться за нашу церковь». И вы знаете, друзья, мы каждое утро в любую погоду, в 6 утра мы стояли на коленях в лесу, который недалеко был от наших домов, где мы жили, на коленях стояли. Я еще выбирал тропинку, чтобы на тропинке стоять на коленях, чтобы пожестче, чтобы пожестче, на тропинке там не на траве. Вот я просто, знаете, вот эти вот часы, сколько мы молились, мы стояли на коленях строго, и мы молились за нашу церковь, за каждого брата, сестру, за пасторов, мы за всех молились. Бог... У вас были проблемы там какие-то в церкви? Ну, была такая определенная религиозность очень жесткая, такая, знаете, вот, которая... Ну, мне понравилось, что не давай уйдем, есть куда пойти. Нет, давай будем молиться. И потом Бог нас уже начал вести, Бог начал говорить к нам, мне начал говорить очень сильно, и мы уже дальше продолжили, мы уже просто, ну, начали свое служение в дальнейшем. Вот, но суть была в том, что давай будем молиться. Когда ты... Бог что говорит, да, нам? Когда у тебя есть кто-то обижающий, что надо с него делать? Молись за него. Если ты считаешь, что тебя кто-то обижает, тебя кто-то пытается там задавить авторитетом, там, заставить послушанию силой... А сказать надо? Диалог выстраивать на эту тему? Я бы все-таки молился. Я бы скинулся, потому что я уверен, что в большинстве случаев Бог покажет, что это просто вот, ну, Бог будет очищать твое сердце, на самом деле. А когда у тебя твое сердце очищается, то тебе даже все равно, что тот человек неправ. Ты его просто любишь. И ты просто готов помогать ему, служить. Не всегда это получается, возможно, как в моей ситуации. Он поведет тебя по-другому, это нормально. Но будь уверен в том, что ты чист в твоем сердце, что именно Бог тебя сейчас ведет. Что ты скажешь на этот счет, и мы перейдем к вопросу. Я вернусь к тому, о чем говорил Лезер, что обязательно должно быть, должен быть барометр. Не в смысле тот барометр, что такое без 15,2 все время, это барометр. А в смысле, что мы должны сравнивать себя с тем, что Бог нам говорит. И бывает такое, что духовное руководство в церкви, кстати, не только в церкви, это может быть в определенном служении, в определенной домашней группе, это может быть глобально в церкви, оно абсолютно расходится с Божьим Словом, вот абсолютно. То есть, одно вот, вроде как говорят, читают вроде Библию, одно и то же так открываешь, да, тут так написано. Да, да, да. Но трактуют это в свою пользу, не только по-разному, в разное время, в свою пользу. Для себя. Причем вырывая по-фарисейски, да, так вот, из контекста стих, а еще и стиха кусочек, чтобы вот оправдать свое видение. Здесь нужно просто понимать, во-первых, я считаю, что каждый человек, который пришел в церковь, рано или поздно должен пройти какой-то духовный курс. Альфа-курс, может быть, библейскую школу, может быть, там куда-то пойти по учебу, может быть, стать доктором богословия, я не знаю, там, что-то. Короче, что-то нужно изучить, чтобы понимать не со слов только своего духовного наставника, а с какой-то объективной стороны человека, который не заинтересован в том, чтобы я там был кому-то послушан, кроме Господа Бога. И понимать саму Библию, понимать, как Бог хочет, чтобы мы себя поверили в той или иной ситуации. И если я чувствую, например, что я, ну, вижу в поведении проповедника, того, кто стоит за кафедрой, лидера служения, лидера домашней группы, что-то, что, ну, расходится напрочь со словом Божьим, у меня есть, во-первых, в Библии четкий рецепт, что с этим делать. Во-первых, один на один. При двух свидетелях. А если не расходится? Если не расходится, то, опять же, я согласен с именем. Да, Христос сказал фарисеям и людям, сказал, вы их слушаете, но дела не делаете. Ну, вот, правильно, я могу слушать, а зачем делать дела-то? Я не могу сказать. Да, это говорит о том, что они правильные вещи рассказывают. Так они до сих пор правильные вещи рассказывают. Возьми любого рава, говори, заслушаешься. Вопрос, в большей части вот этого несогласия с тем, что со сцены говорится правильные вещи. Да, ну, нужно же посмотреть на плоды деятельности самого человека. То есть, что с ним происходит при этом, какие у него происходят вещи в жизни. Потому что, если он говорит одно... Ну, мы же все несовершенны. Каждого из нас возьми. Я не говорю о совершенстве. Я говорю о плодах. Если человек говорит, что... Есть такое понятие, как плоды послушания. Есть такое понятие? Есть такое понятие. Я сегодня его услышал. Fruit of Abilience называется. Я раньше думал, что... Я сегодня его сказал. Я думал, это чисто русский термин. Аказалось, нет. В английском тоже употребляют. Есть. Fruit of Abilience. И я слушал сегодня одного из пасторов, и он говорит, что плоды послушания заключаются в том, что в миру это называется integrity. То есть, то, что я говорю, и то, что я мыслю, и то, что я делаю, это одно и то же. Да, целостность. Это и есть шалом. Да. Потому что, если это расходится в каком-то этапе, это уже не шалом.